Ассаламу алейкум ва рахматулла ва баракату. Приветствуем всех любителей гесарских овец, всех наших подписчиков, а также всех любителей аборигенных странодельских овчарок, которых в Таджикистане называют саги Дахмарда, саги Чапуни или Тоджики. Ну вот это вот редкие кадры, которые нам присылает Маару Джон. Это сын Ходжи Исмуила, тоже один из сыновей Ходжимир Зокарима. Это Атара Ходжинаима. Мы отсюда редко получаем видео, потому что Ходжинаим не любит заниматься съемками, но он прославленный Дахмарда, умудреный, настоящий эксперт. И вот видите, и овцы у него соответственно очень хорошего качества, прекрасные, посмотрите, и кучкары какие, и матки. Ну одно загляденье, смотрите на его овец. Мы с ним большие друзья, часто ездим в поездки, когда я там. Ну вот, мы видим, что овцы постепенно из гесара двигаются в сторону уже Логура, а там уже дальше Самбай, потом Шуртугай и дальше, 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 дальше в сторону Шартуза, Кабадьян они пройдут. Вот такие вот замечательные овцы. Я думаю, что любители покритиковать могут внимательно взять в руки лупы, бинокли, увеличительные стекла и смотреть, выискивать какие-нибудь недостатки, но спешу их разочаровать, недостатков в этих овцах они не найдут. Вот посмотрите, вот так вот должны выглядеть настоящие гесарские овцы, вот так вот выглядят элитные гесарские бараны, матки, яркие, перьяркие и ягнята этого года. Вот такая вот у нас есть тоже уникальная возможность. Спасибо Мару Джону за вот эти кадры, которыми у нас снабжает. Опять-таки хочется обратить внимание на то, что какое бы количество овец не было в этой Атаре, брака здесь нет. Вот если видите какой-нибудь овцу с пятнышком, и так далее, то это вот нанятые чабаны, они тоже имеют право иметь своих овец, они могут содержать своих овец вместе с овцами. Но посмотрите, вот мы видим здесь, посмотрите какой кучка стоит, какой красавчик. Ну и в общем, что говорить, когда все видно. Говорят у нас в Таджикистане много говоришь халва, во рту слаще не станет, поэтому лучше приехать, посмотреть. Ну и конечно же видеоматериал тоже очень правильная вещь. Вот люди снимают, показывают то, что у них есть. Вот такие вот Атары. А мы видели, Оджи Абдулхайр нам присылает видео. Атары идут. Великолепные гесарские овцы идут. Это не так, что мы там рекламируем только овец Годзимирзукарима или Годзинаима. Нет, в Таджикистане действительно качество овец. Очень высокая, классная. Очень много высокопородных овец сейчас в Таджикистане. Посмотрите, вот красота, да и только. Спасибо опять-таки Мару Джону и Барраката всей семье Мирзур Ахимовых, за их тяжкий труд, за их умение содержать вот этих великолепных овец. Дальше вот у нас репортаж. Это уже видео и фотосъемки Алихона, моего брата. Это уже перевал Чурмахзак. Отсюда переход совершают атары, которые идут через Файзабад, спускаются и дальше идут тоже в сторону Кабадьяна. А вот это вот волки. Это съемки уже компании Мургаб. Тоже наши братья, большие наши друзья. Это вот видите, что здесь вот стая волков умудрилась убить Яка. И вот так как есть фотоловушки, вот мы имеем возможность видеть волка. Раз, два, три волка здесь. Вот кто говорит, что волки маленькие, пожалуйста, пусть убедится, что волки не маленькие. Это настоящие волки. Это опасные хищники. Убить Яка не под силу многим хищникам. А вот волки умудряются загнать и убить Яка. А Яка это очень крупное животное. Но мы видим вот с этими именно хищниками приходится встречаться как раз таки аборигенным среднезайским овчаркам Саги Дагмарда. Вот им они и противостоят. Вот волк совсем не редкость. Случаются так, что даже нападают на людей. Вот поголовье регулируется, конечно же, волка. Но такие вот красивые животные, но опасные хищники. Могут очень легко уничтожить целое стадо, если им не помешают собаки. Вот еще один соперник, противник Саги Дагмарда. Это барс. Это вот снималось все почти в одном месте. Видите, концентрация хищника очень большая. Барс тоже опасное животное, опасный хищник. Но самый опасный это вот этот вот медведь. Бурый медведь, белокоготный. Он занесен в Красную книгу. Его нельзя отстреливать. Но если он нападает на, как говорится, скот, тогда уже отстрел разрешен. Ну вот мы видим, что это такой молодой мишка. Но тем не менее, вот ночная съемка. Вот против этих хищников и противостоят собаки. Для этого они и содержатся. Поэтому чабаны очень ценят своих собак и стараются их никому никогда не отдавать. Потому что вот во время литовок, в то время, когда овцы находятся на высокогоре, часто встречаются вот этими медведями. И тогда медведи наносят урон. А дальше уже пойдет репортаж Алихона, предоставим ему слово. Пусть он говорит дальше сам. Итак, мы на нашем любимом месте. Подъем на перевал Чормозак. Последний раз я здесь снимал 10 мая. Тогда атары шли вверх. Сейчас они идут вниз. Вот такая идет атара. Хорошие овцы. В массе своей гесары. Немножко чувалангов есть. Атара спускается через Файзабад. Ставильдары. И пойдет на юг Таджикистана в сторону Кабадьяна. Ну вот, просто стою, снимаю. Понятное дело, машины немножко мешают, проезжают. Но тут уж никуда не денешься. Дорога. Здесь вот такое небольшое место, где атары пересекают дорогу, но прямо пересечь не получается. Они вынуждены где-то километр идти по трассе. И вот каждая дорога. Здесь вот такое небольшое место, где атары пересекают дорогу, но прямо пересечь не получается. они вынуждены где-то километр идти по трассе и вот каждый раз как здесь мы натыкаемся на дар мы снимаем салам алейкум молю где правильно я угадал они идут к бодиан вот так можете посмотреть состояние но каждый раз мы об этом говорим состояние упитанность очень хороший вообще оттара очень ровная хорошая некондиционных животных то есть есть вот я говорил чувалангер несколько есть несколько джоидори есть есть гесары с браком вот а так в основном очень ровная хорошая оттара гесарских хозяйств что я подозреваю что вот эти родственни кондиционные ставим тогда это личные овцы ябанов что я подозреваю что вот эти овцы не кондиционные ставим тогда это личные овцы чабанов собак я не видел они внутри а пары видимо где-то то нет вот они идут идут с некоторым отставанием вот они вот отработали весь сезон наверху и вот теперь идут на зимние квартиры такие прекрасные рабочие собаки вот у суки какие-то проблемы у нее по моему вывернутая матка на видите чабанов это особо не заботит с одной стороны конечно собак берегем с другой стороны все-таки к ним отношения просто как к рабочему инструменту вот так